так сегодня пойдем прогуляемся по магазинам с риском для здоровья и для жизни я возьму вас шоппинг-центр потому что на просторах моей родины канады бушует страшный вирус корона вирус ну это не шутки на самом деле у нас диагностировано уже четыре человека во всей стране трое в антаре и один british columbia это другая провинция на другой стороне но народ напуган перепуган все сидят дома никто никуда не ходит ну вот мы сейчас поедем в шоппинг-центр и посмотрим действительно ли они сидят дома или валяя дурака по магазинам я надеюсь что наш поход не будет таким опасным и ужасным я надеюсь что все обойдется и мы попав селимся и получим удовольствие я сейчас отъезжаю от работы я честно говоря не знаю куда мы пойдем сейчас по этим посмотрим какие у нас там магазины открыты что есть а если честно то пока еще как бы нет особо новых коллекций все как-то распродаются старые целы и так далее я пытаюсь что-то найти но вот вы видели мой шоппинг-влог из и чинем там просто какая-то беда и ужас вот посмотрим может других магазинов получше все поехали короче мы приехали пока еще не совсем стемнело я решила немножечко поснимать из машины и рассказать вам куда мы идем на самом деле на паркинге пусто машин очень мало то есть может быть действительно народ напуган и перепуган я вас возьму сейчас магазин который называется hudson bay нет не так я хочу вас взять магазин top shop он находится в магазине hudson bay это такой канадский бренд который был основан в 1881 году это один из самых больших магазинов вообще в канаде он находится в во всех моллах абсолютно во всех шоппинг-центрах они начали с того что они продавали пушнину в европу вот а потом как бы открыли магазин большой это такой мульти брендовый магазин с брендами типа там tommy hill figure альф лорен то есть не масс-маркета такой немножечко средний сегмент и выше ну в общем я не даже не знаю если выше на общем средний сегмент короче топ-шоп почему-то в канаде не держит отдельного магазина они снимают корнер вот в этом вот hudson bay достаточно маленький не очень популярный в канаде в силу дешманства и но при этом дороговизны то есть допустим за тоже то же самое масс-маркет можно купить в заре и в h&m за намного меньше деньги но я знаю что топ-шоп достаточно популярен в россии был я тоже слышал что у меня там какие-то трудности проблемы сначала зайдем в hudson bay я я там поснимаю немножечко я когда-нибудь сделаю вам такую целую большую экскурсию поэтому магазин он интересно такой достойный внимания но сегодня мы пройдем так по нему мимо и пойдем сразу топ-шоп ну вот мы запарковались смотрите пожалуйста какая пустота на самом деле вашим нету ну вот так это выглядит название этого магазина это наш деревенский наш деревенский шопинг-центр он совсем маленький совсем небольшой но в принципе в нем есть мы почти все что нужно сейчас пойдемте посмотрим вообще если здесь топ-шоп я честно говоря приехала как-то начала сомневаться ну да ладно мы попробуем проверить кстати открываю дверь в перчатке на самом деле на полном серьезе министерство здравоохранения канады предупреждает граждан чтобы по общественным местам голыми руками не шарились и открывали двери в перчатках и все трогали в перчатках мы следуем установка министерства здравоохранения канады так ну и мы зашли в такой кусочек которые здесь всякие сумки людей нету никого потрясающе но мы не сюда я вас потом приведу сюда в хатсон бэй сейчас я буду искать топ-шоп здесь сумки видите вот косметика вот такие фосел вот эти вот бренды которые такие не middle middle market middle сегмент guess так пойдемте искать топ-шоп мы не не будем в хатсон бэй снимать сильно а на самом деле на полном серьезе людей очень мало я не знаю но нам нам не страшен корона вирус вот кстати мы пришли в топ-шоп здесь есть топ-шоп я не ошибалась я знал вот он видите голубчик то что я чуть последний минут начал сомневаться во всех ли абсолютно хатсон бэй есть топ-шоп давайте посмотрим что у нас представлено так что у нас тут есть интересного вот это называется корнер называется last chance это последний шанс это значит что это это последние последняя вещь магазине или совсем одна из последних я люблю здесь ковыряться потому что если это вещи которые как бы остались на самый уже конец и все их разобрали и это осталось единственное единственном экземпляре значит это хорошая вещь правда вот я нашла что-то такой в цветочек с пышными рукавчиками мой любимый фасон знаете что я топ-шоп и покупаю редко фас я не очень знаю размеры свои стоит вот эта вот штука 52 доллара надо мне надеть очки я ничего не понимаю европейский 38 десятый давайте попробуем померить ага это такое платье с миленькими рукавчиками хорошо продолжаем разглядывать что здесь есть какая-то юбка под крока ну ну по-моему огромного размера так вот 36 а сколько она стоит безценно а давайте возьмем ее померить это как бы тоже модный теперь нынче тренд значит под кожу кожзаменитель юбка тем более под крокодила это очень даже давайте что-нибудь мы к ней возьмем например вот такой светорок чуть я так заметала с телефоном ой я забыла что я снимаю я так рада начала перебирать тряпочки что я забыла что мне надо снимать так вот такой светорочек черненький а что к черной юбке даже неплохо совсем значит размер 8 то же самое цена 70 долларов годится берем что у нас на черное потянула я вообще не любительница черной одежды особенно ну бывает иногда что я что называется муд муд black mood так это что такое у нас это пальто пальтишко буклированное 140 долларов нифига себе размер 10 30 я не понял они все размеры все одинаково размера что-то на маленькое какой-то на вид не будем его брать куртяжка вельветовая с мехом ой вот это хорошенько смотрите какая кьют стоит 160 долларов размер ук 10 европейский 38 это что у них все вансайз вансайз что ли почему все одного размера так платье в блестках уже не актуально кончились праздники какие-то пиджаки желтые свитера желтые пинжачок и и 12 европейский 40 такого горчичного цвета по цене 95 долларов еще и свитер горчичный коротенькие такие все свитерочки так давайте-ка посмотрим что тут еще есть это мы уперлись в эту полку last chance на самом деле там самое интересное на ней больше ничего интересного я уже тут так прошлась ну вот джинсы вы знаете что я слышала что топ-шоповские джинсы считаются очень хорошими если честно я никогда не покупала джинсы в топ-шопе не знаю я считаю что они оверопрайс это значит что они немножко дорогие для своего качества где у них цена мне интересно я хочу посмотреть что мне нравится что действительно сейчас никого нету потому что не то понедельник не то народ напуганный заразами всякими китайскими не китайскими заразами а инфекциями и болезнями ну в общем вы поняли так вот собственно и все магазинчик очень маленький топ-шоп у нас это ваша покорная слуга обвешана тряпочками что мы взяли у нас есть платье и свитер с юбкой и тут вот сумочки всякие надо что-то еще найти что же нам мерить нам же надо что-то мерить так смотрим сумки а такие какие-то никакие фу не совсем там еще есть обувь но я уже посмотрела моего размера нет вообще у меня 6 5 а здесь все такое здорово я бы хотела взять что-то померить с тем что я иду мерить но придется мерить в своих сапогах которые у меня сегодня желтого цвета очень подойдут просто вообще невероятно подойдут ко всему ко всему что я набрала мерить но так пояс так что у нас тут бижутерия бижу бижу бижутерия это чокер такой по цене 3 доллара вот это уже интересно я может даже его куплю а может и не экстра смол смол по цене в 45 долларов нет спасибо не надо да и чокер мне этот не нужен я просто схватила потому что дешево королева клиренса ну вот юбка под этого у меня есть точно такая может быть мы возьмем померяем ее у меня есть похожая и к ней можно взять вот такой вот приятный очень свитерок подходящий и к ней же прямо вот висит такая черная куртка косуха прям целый комплект можно составить давайте посмотрим почем здесь свитера сколько он стоит это значит смол европейский ничего не понимаю я в размерах в ценах цен нету размеры непонятные ну вы видите цену вот эта этикетка правда вот она вот это medium ok европейский 40-42 US 8-10 ok цены тоже нет ну он такой не маленький однако ж хорошо давайте возьмем туда вот этот 4-6 и к нему присовокупим юбчонку animal print анималистичного принта так нам нужен восьмой наверное 70 окей юбчонка стоит 70 долларов такая с валаном вот десятый вот десятый европейский 38 US 6 ну ладно в коем случае я не буду застегивать она мне кажется мала и можно было бы взять косуху с собой но ладно пойдем без косухи мне как-то не хочется таскаться с косухой здесь только на меня тетенька посмотрела как будто я у нее 3 рубля одолжила и не возвращаю не любят блогеров у нас не любят в магазинах так и чего собственно не любят блогеров-то как будто мы кому-то мешаем тихонько иду снимаю мало ли может быть я разговариваю по телефону с кем-то почему нужно если бы она мне в кадр не попала вот еще какое-то я нашла платье тоже какой-то под леопардовый принт три яруса это кстати сейчас тренд вот такие вот трехъярусные платья ну это не совсем леопард это просто такая точечка давайте тоже возьмем померить тоже цена какая-то невразумительная это тоже топ-шоп или это уже не топ-шоп так нет это уже не топ-шоп мы здесь не будем ковыряться мы направлено пришли в топ-шоп не надо я не буду отвлекаться на другие магазины так ну все вот как-то ничего нет вот я не знаю что происходит я пытаюсь делать контент но магазины со мной не сотрудничают мне не дают делать контент потому что ничего интересного я здесь найти не могу не в состоянии хочется что-то такое эдакое примерить необычное вот вы видите я брожу 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 абсолютно без всякого без всякого какого-то толку абсолютно только разговариваю много вот на манекене юбка такая в цветочек ну что же это ну таких юбок мы видали да в моей деревне контент не сделаешь надо куда-то ехать в Торонто сумочка кстати но точно в том платье посмотрите-ка вы видите мы сейчас ее захватим с собой ну вот и я хорош как всегда посмотрите полные руки товаров как этот как это называется коробочник нет забыла короче что я хочу сказать здесь все примерочные закрыты чтобы мне зайти в что-то померить видите красное мне нужно найти продавца который мне откроет примерочную продавцов в ближайшем вообще километров два я не вижу пойду искать что о excuse me are you working here if anybody can open the fitting room in Topshop there's no one at Topshop but you can use the other fitting rooms oh where is the other fitting room they're just in that corner there oh yeah and they're open you just have to push the door open oh this one ok thank you so much thanks значит мы можем пойти в другую fitting room не обязательно нам идти в Topshop fitting room а просто в Hudson Bay fitting room идемте побежали